Намасте, амиго! С прекрасного всем расположения духа и мы здесь, Покара, Непал, Гималайи! С вами Мастер М и у меня сложилось такое впечатление после моего вчерашнего спича на тему разочарования, что у нас в социуме не приветствуется выражение эмоций мужчинами, даже порисается. Мужчина, он как бы такой должен зажаться, получить геморрой, сердечно-сосудистая, язву желудка и такой загрустить и упаковаться в могилку. Выходит так, что в связи с деятельностью блогерской я сейчас живу в каком-то таком пространстве, знаете, такой информационный шар, который состоит из людей, которых я вообще никогда не знаю, но я с ними общаюсь постоянно, это комментарии в ютубе, это в телеграм-чате, куда я пишу посты, где мы обсуждаем какие-то вещи, ссылка в описании, друзья. И, ну и просто там в личку пишут вообще незнакомые типы, которые говорят, братан, нас кинули на байк там в Гоа, помоги решить вопрос. Помоги решить вопрос. И вот одна часть мозга, она же понимает, что это как бы нереально, а вот другая часть мозга, она же вообще не отличает, что кино от реальности. Картинка есть, мы выделяем эндорфины, вырождаются эмоции, чувства и реакции. И вот, конечно, когда мне пишут в комментарии, и я такой, знаете, занимался единоборствами, типа, борец, боец, если я с кем-то в диалоге с другим мужчиной, он конкретно на меня накатывает, хейтит, газлайтит, конечно, ты это воспринимаешь как вызов. Ты скажешь, а что нахуй? Я как бы из Казахстана уехал, а Казахстан из меня же не уедет никогда. И вот как бы я себя не тренировал, эта часть мозга, она всегда эмоционирует, она всегда такая, ааа, ничего себе, я буду реагировать в соответствии с какого рода комментарий получен. И это мне показывает, как человеку, наблюдающему за собой, насколько я зависим от внешних ситуаций, внешних факторов. Я могу проснуться с отличнейшим настроением, как сегодня прочитать какой-то наглый, дерзкий, абьюзерский коммент и такой, да ну нафиг, щищен. И, конечно же, в телеграм-чате я обращаюсь на эту тему, типа, друзья, вот так и так, и мне первый же совет, конечно, дают женщины. Они говорят, не реагируй. И вроде совет дельный, я, конечно, такой, хоба, зажался, такой, не реагируй, ты же мужик, ты же это, мачо. А реакция-то есть. И вот тут я уловил тонкую грань, друзья, наш социум, он делает из мужчин такого безэмоционального робота, это выгодно. Но реакция есть, она в нас происходит, у нас это везде в теле отражается, это в мышлении, в состоянии, в настроении. И поэтому реагировать надо. Пацаны, парни, мужики, кто-то там возмущается, что не называют так людей, знаете, я снимаю каждый день по видео, разнообразие должно быть. Поэтому все эти названия, относящиеся к тем, у кого есть повышенный тестостерон, реагировать надо. Просто реагировать надо разумно, логично, мы же все-таки немножко логики. Как в моей голове, это разумная, логичная реакция, это означает, чтобы ты не потерял свой иерархический статус, чтобы ты не ухудшил ситуацию в социуме. Вот, например, парнишка решил нормально проявить свои эмоции, но ведь это для него опасно, как физически, так и в социуме иерархии. Да вообще он сейчас уедет в КПЗ на 15 суток. Минимум. Стало быть, я прихожу к такому выводу, что, конечно, реагировать нужно, но сделать это с умом. И с умом, как я дошел, это сублимация этих эмоций в что-то действенное, то, что их превратит во что-то. На тренировку пойти, сделать что-то руками, машину помыть и починить, написать пост в телеграм или снять видео, как-то высказаться. И, конечно, это с женщиной очень часто у нас, мы всегда взаимодействуем. Если это с женщиной, нельзя ронять себя перед ее глазами, истерить там, плакать, агрессивничать. Нет, ты разрываешь дистанцию, ты уходишь там гулять по пляжу и там уже начинаешь бой с тенью делать. Это, мне кажется, лучше, потому что делать вид, что ты не среагировал, это болезнями чревато. И поэтому мы продолжаем сейчас поход на Сарангот с Пандой. Приятного просмотра, офигенные виды откроются перед вами, сразу же начинаем смотреть. Ба! А, ну и про вставки в видео. Вот смотрите, в контексте того, что я живу в воображаемом кругу друзей в сообщениях, ровно несколько месяцев назад был прям поток. Чувак, тебя слишком много, зачем ты свою заточку все время что-то говоришь, нам рассказываешь, дай, дай картинку, дай видеоряд. Конечно, это откладывается у меня в глаза. Смотрю, обучаюсь у других блогеров, что они делают. Они делают, болтают и запускают видеоряд, вставляют эти вставки. И по мне так это по приколу, потому что я-то тоже свою заточку вижу в зеркале каждый день. И я понимаю, ну что на нее смотреть. Вот вставочки, вот подтверждающие мои слова, картинки. Вот здесь прикольчик, а вот здесь мудрость. Поэтому, друзья, да, может быть я переборщил. Никогда не признавайтесь, мужики, в том, что вы в чем-то не правы. Вы должны сделать вид, что я всегда точно знаю, куда иду, всегда знаю, что я делаю. Но при этом, может быть, слегка я переборщил. Поэтому и справлюсь. Видите, только одна с гомосеком вставка сегодня. Ребят, только через эту фантастическую камеру вы сможете углубиться во весь психодел этого изображения. Да, вот в такое заманывают вас отель, заведение. Тут можно жить у подножия Сарангота. И вот мы забираемся внутрь. Почему? Потому что лет 10 назад мои друзья, знакомые, которые жили в этом гесте, они разрисовывали все эти стены. Охрененная работа проделана. Это были люди хипаны той старой формации, которые создавали шедевры, не привязываясь к результатам своего. Труда, творчество. И это до сих пор здесь напоминает о них. Сразу бы замечен под столом вот этот боевик. То есть боевитша. Это маманя. А вот этот дрыщ, я предполагаю, что, может, это ее шкет. Хотели бы, чтобы у вас дома было так же неординарно, так же оригинально и так же круто. Это бомба вообще. Просто бомба лейла билисима. Ну, Непал есть Непал. Тут, знаете ли, есть что покурить. Но мы об этом не слышим, не говорим. Накуем. По дороге идем, хоть и разрастается невероятно. Здесь мы постройки супергигантеловские. Отели с запросом на будущее, которые будут менять прямо здесь весь внешний дизайн этой деревеньки. Но все-таки колхоз чувствуется колхозом с его столетними, тысячелетними укладами. И вот сейчас, друзья, вы видите, как это происходит. Но перфекционизмом. Был первый просто раскутаченный, расшатанный, один-единственный дохлый этаж. Долго думать не надо. Ты просто начинаешь настраивать сверху. Раз, два, три, еще там крыша. И все хорошо. И будет бизнес, и все рады. В один кирпич, причем они строят. Вот это все чудо, все есть в моей опасной зоне. Опа, брат, чуть в прыжке просто. Привет. Это дом с привидениями, ребят. Брат, я не зря, я так и понял, что это чудо такое. А вы там напротив? Да. И вы наблюдаете вот эти все полтергейсты? Так, там полтергейсты тоже заходят. Ну, огонь. Так, ну вот видите, уже черные силы влияют. Припарковаться там непросто. Там уже трагедия на подходе даже заходите. Ну, бывает, наши вот ребята. Чем дальше мы идем, тем как-то больше контента. Это что за бомба? Байк это же. Это ваша? Да, брат, это тассиен. Джава, Джава, Джава. Да. Какая-то, да, Россия. Но Джава это не Чеха Республика, да? Это из Европы. Но в России... Ява, прикиньте, ну это, блин, Харли плачет. Безусловно, здесь в тишине, в закутках должны быть вот йога, садхана, ретриты. Здесь это все этому способствует. Наверное, какие-то гуанские учителя там здесь, ну, гуры-гуры. Здесь проводят классы по утрам. Должно быть. Почему бы нет? Лучше, блин, ежить хоть как, чем хорошо бухать. Бухать. Ху, друзья, и помните, мы вначале в видео разговаривали о стратегии? При звуках этого грома, видя приземную Анапурна Кэбл Кар, намасте. Намасте. Все, мы идем туда, потому что было принято стратегическое решение. Какого черта идти пешком наверху? И что за вас ушли, мы поедем на канатке. Пешком мы всегда сходить успеем, а вот канатка может и закрыться. Ну, хотя в одну сторону сейчас купим билет, там наверху все. Ну, дождяра, дождяра, жесткий сейчас будет. Вчера мы-то уже попали. Да и тем более, да и тем более такая канатная дорога. Кто давно не бывал в Покоре? Да и, наверное, те, кто бывал, мало кто пользовался, потому что это свежачок. Не было такого чуда раньше. Вот он, отлынивает этот петушара, который должен возить всех шаттлбас наверх. С голода не пропадете, можете увидеть, что что-то здесь продают вообще. Тут что-то есть хорошее, вкусное. О, классно. Наблюдаем приготовку напитки, синька, алкашка. Ну, я вообще, девчонка, мне нравится с такими волосами. Вот, ну, нам наверх, не будем терять времени. Что-то зря наехал, оказывается, вот он шаттлбас, который привозит людей с Лейксайда, видимо, сюда наверх, чтобы они не напрягались, как мы. Главный момент, как можно определить статусное заведение по его туалету. Но вопрос, который мучил меня всегда, как же это, черт возьми, работает. Вот так, ребята. Со смотровой этой канатки открывается вот такой вид. Назовем это первая ступень красоты покоря. Какой же вид откроется сверху? Скоро сравним. Для ребяток, которые думают, ну, а во сколько же это все закрывается? Закрывается это в 5.30. А ланчбрек с 11.30 до 12.30. И стоит это 5 баксов подъем. Затаскиваем денег на билет 1.300. Вот такая сумма. Thank you. Здесь девчонки такие грустные стоят, как будто им денег немножко не хватает на поездочку. Ну, вот же оно. Конечно, а как без этого-то? Это меня еще в прошлый раз потрясало здесь, в Непале, что у них такие мощные связи с этой алкоиндустрией. И они продвигают такие бренды. Руслан Водка, Балтика, у них там девятка пиваси. Анчелусы, вон, вы видели, ловят. Все об этом. Что это такое? А, это... This is about photo, yeah? Здесь можете сфотниться. И такое душевное. Баааааа, как осиди, осиди. Народу немного, но надеюсь, мы не с этими друзьями поедем вместе. Хочется тишины и медитации. Шел четвертый час пути. Мы все карабкаемся наверх. У них прям за отыком, что они аэропорт, знаете, такое, чтобы почаще рекламу Будвайзера, да, войдярки этой было видно. Мы оказываемся святая святых. Вот так это происходит. Ну, где тот человек, который поспособствует нашему безопасному врыванию внутрь? А что так медленно? Что-то без энтузиазма ползет. Они что, не рады нам вообще? Что-то непонятно. Так, толстого не берем. Только мы, панда, валим. Рады, рады. Опа. Чик. Ай, как уютно. Друзья, еле панду отговорил. Она хотела все вот это попробовать. Высунуться, потом ногу оставить за пределами кабинки. Потом вот так пафосно сделать. Сторис в инстаграм. Этого ничего нельзя. Все, вот она сидит. Смотрите. Я не пойду. Она говорит, верните мне бабки назад. Если сториса нет, не засчитано. Как нам повезло. Потому что эти все друзья могли же быть нашими соседями здесь. И тогда бы это была совсем другая поездка, знаете ли. Так, мы взлетели на бешеный взлет. И нас тащит в тучу. Конкретно в черную тучу. Чуть скорца не задавили. Так, куда же смотреть? В какую сторону смотреть? А как ты думаешь, там наверху холодно? Мне тоже кажется, что там будет, но явно не Рио-де-Жанейро. Уже без сомнений смотреть надо вот в сторону озера. Потому что весь экшен здесь, весь кайф там. Да, с видимостью не везет. Иначе бы мы могли бы увидеть. Наверху все узнаете. Что? Я думаю, отключили бы свет. Но тут под залив. На блекхатуре с таким кайфом разглядели бы все островки. Знаете, перегрузки уши закладывают. Но кто-то по глазастей, он даже сможет увидеть остров, который есть там. На Ользе. Чего-то начинается ощущение, что я десантура, которые на самолеты сейчас будут выкидывать. Очень крутой подъем. Что-то даже адреналин слегка, слегка. Знаете, такой. Ребята, все сюда. Все, покоро теперь для меня. Это вот, это развлекуха. Интересно, это можно открывать? Или нельзя. Ты уверена? А, вот, это для воздуха. Прикиньте, что-то не хватает. Сейчас узнаем температуру за бортом. О, мое минусовое. Как ты на своих 50-сантиметровых ножках туда смогла... Я на скамейке. ...в эту щель дотянуть. Кроет уши, уши мощные. Кроет. Перегрузки. Ну, быстро, быстро, да, не заскучаешь. Вообще, продолжительность около 5 минут, насколько я читал в интернете вот этой поездки. Где-то на середине пути. Вот, в одном из этих домов, я помню, я жил. Да, забираться было непросто. Ну, я под кайфом был. Мне нравятся две вещи здесь. Эти красивые домики и то, как камера айфона передает. В натуре передает, да? Зацените. Вот есть варик, кто как бы по бюджетному хочет подняться. Он без стекол, ну, такая. По-простому. Можешь в ней обратно будет. Наоборот, там прикольнее, мне кажется. Конечно, прикольнее. Там можно быстрее пальцы отморозить. Все больше, все сильнее открывается вид панорамка. А теперь именно то, что нам запрещали сделать. Хубана. Что там, как у вас, пацаны, дела? Как жизнь, мама? Че стираем? Отличается, да, Дамай, чем у индусов? У непальцев аккуратистые. Мне нравится их подход. Я уже издевался, клонит меня в сон. Я думаю, че за визги, че за верещание? А это, оказывается, какая-то бедолашка. Там надыбала качельку вот такую детскую. И орет, как будто там реально 300-метровая банги-джамп. Кстати, Панда, ты будешь? Ты готовишься к банги-джампу? Моем. Она думает, видите, она уже не боится высоты, привыкает понемножку. Какая на скоростях? Опа-опа, тряска, че-то это. Дверь не открывается. Первый готовится. Строим праздник. Первый шаг на высоту Сарангота. Опа! Ну и чем вы тут, люди, верещите? Вот это! Ну, это, знаете, такая детская присыпка на розовую попку. Даже не будем реагировать на эту развлеку. Ходишь на GoPro снимаю. Не, не пойдет нам такое чудо. How much ticket on this wing? 1,800 or single 500? Single 500. Окей. 4 бакса. Продолжение нашего восхождения. На лифте. Да, в ресторан, не беда. А вы остались? Да, в Благодианин. Выходим с этими двумя колобками. Они спрашивают, вы откуда? Я им говорю, Казахстан. Они такие, ааа, руссо. Я говорю, Казахстан. Они такие, ну руссо. Я говорю, ну Казахстан. Он такой, смотрите, не воюйте, говорит. А то вы, россияне, такие. Как им объяснить? Так, видим, красиво поставлена ступа. Что здесь делать? Дорога на Саранкот-вьюпойнт. Для нас она бесполезна. Но мы, как путешественники, снимающие контент, блогеры, инфлюенсеры. Кстати, ссылка на чат. Я инфлюенсер в описании. Мы пойдем. Ну, вот. Японта девочка, она культурная. Она такая, ух ты, как круто. Но это, конечно, не круто. Вот. Мы еще не дошли. Просто меня привлекла вот эта зона отдыха. Наверное, напоминает, кто бывал в Грузии. Опять за колючей проволокой. Что-то как-то ржавое. Но дизайн домиков шикарный. Это ресторанчик. И заодно можно заночевать здесь. Ребя, фантастиш. Да, игра. Солнце. Солнце как будто остановилось на... Ой, уходит. Остановилось на зелени, на растительности. А там все, империя зла. Там уже саурон. Там черное очко. Или что-то черное. В общем, сами поставьте нужный орган. Туда мы не пойдем. Мы хотим вот здесь. Где радостно, классно и вкусно кормят шашлыками. Да, ну панду легче, по-моему, нам сдать в аренду куда-то. Она говорит, я кушать хочу даже. Но мы знаем. Дилей и гратификейшн. Мы сейчас доходим до верха. Посылаем нахрен там стоить типы, которые по 200 собирают за вход. Какая вот здесь работа, да? Мы их как бы посылаем, да. Потому что, а что нам там за вход платить, если вы уже видели, что там черная туча, гор не видно. Они расстраиваются, понимают, что так нельзя с туристами. Вот этот расизм бесконечный надоедает. И разворачиваемся и кормимся здесь внизу в классном кафе и ресторане. Ой, в слезах. Вот так идешь, базаришь. И понимаешь, что мошка уже забралась, она уже попала. Она уже щекочет крыльями своими подлянскими. Горло. Но профессионализм, он говорит, брат, ты дотянешь на одном дыхании, доскажешь фразу-то свою. Красиво. Ну что, мастер-то ниндзя, видите, вообще нечувствительность такого рода испытания. Читал, и всем рекомендую читать как можно больше. И там очень прям черными чернилами на белой бумаге написано. Если человек о себе в третьем лице разговаривает, то хорошо, если психолог его уже встретить должен. Как бы не психиатр. Великолепный представитель местной human race, чешской расы, а вот лошадиный рейс. А панда уже говорит, я уже их посылаю за то, что мне надо прийти к ним и послать их, потому что что-то тяжело и отдается непривычке. Подъемчик. Ребята, наша цель вон там. Ну, как выяснилось, пацанчик, он тут извозом занимается, за 500 поднимает вот такие тушки в розовых штанишках. Как выяснилось-то, вот есть маленький вьюпоинт, который может открыть нам все секреты предстоящего вида. Так сказать, подоготовить нас к тому трендецу, который творится здесь на высоте. А творится тут вот такое. А в эту сторону вы можете наблюдать, как переваливаются облака через вершину. А, и это всего лишь на высоте 1600. А можете представить, что месяц назад мы были на пять с половиной. Это на четыре километра выше по высоте. Да, если же фантастишь. А на Кайлаше что будет? Ай, даже представить опасаюсь сейчас. Но намерение создано. Ребята, ну и чтобы не скучать, чтобы полезность была. Смотрите, вот такая вещь. Вы проходили весь день, вы проработали, вы подвесились на руках и расслабили поясницу. И чуть-чуть туда-сюда. Хрусто будет. Ой-ой-ой. Но польза, мне кажется, безусловна. Вот ножки висят, вы расслабляете поясничку. Радость просто. Радость для позвоночника. Ботти зовут лошадярку. Вот она снабжает парня. Вот мальчик, девочка, все. Говорит, на свадьбу сюда люди любят с покоры приезжать. По субботам свадебный день, они сюда, у них кортеж. А я их там даю им свою боти. И они с ней фотографируются на память. Нифига ты, брат, нарядный. Да, говорит, я такой. Я тут строю, ворочу, херачу. Мы оказались на какой-то стройке. Хотели посмотреть темпл. И вот мы на него смотрим. За ним это Блю Тауэр. Как туда попасть, пока не ясно. Так, ну что, братья, что у вас тут происходит? Кипиш, грязь и отсутствие нормальных человеческих условий. Даже кафетерия не вижу. Спасибо, панда, мы в топками наедим. Хотя, кто знает, сейчас глянем. Кто, ребята, снизу с покоры наслаждается видом этого темпла, имейте в виду, наслаждаться еще рано, все в процессе реконструкции. Новострой. Гали мы новострой. Гастробайтеры пашут. А мы сейчас посмотрим вон оттуда. Откуда панда, шикарный, да? Такой клифф. Прямо Титаник напоминает. And I... This is Titanic movie. Yeah. And I... We love us... Yeah, let's singing together. We love us, love you. No? You're working here? Yeah. Ah, ok. Is it possible to get this blue tower to go inside? Yeah? Right now? For money? Entrance fee? 800. 800? If you go to interest money? Yeah. 1% 60. Ah, ну что я говорил. Красотища. А вот здесь, походу, можно жить, наверное. Вот комнаты сдаются. Как вариант. Свежачок. О, бабы, вошли идут на разборку. Дрюм. Камрады, вот в правом нижнем углу. Это озеро за деревом. И лейксайд. И кто думал, что лейксайд это вся покора? Да нет, это вообще микропятка. Вот она, покора вся разрастается по ущелью в эту сторону и до бесконечности. Провода эти натянули тут со столбами. Тоже не к месту. Весь вид испортили. Ребят, дождь. Мега туча нас загнала сюда. И что мы находим? Мы находим фантастическую лоджию, с которой открывается мега вид. И если бы не эта туча, мы бы даже и не нашли, и не поняли, что здесь такое чудо есть. И даже на всю долину уходящего. Далья на велике тогда раньше прокатывался по ней. Крутое местечко. Вот тут стулья, комнатки. Панда. Уже 4 часа дня кушать. Хочется через полтора часа. Последняя вниз сходит канатка. Сейчас будем смотреть. А что смотреть? Ну вот на эту тучу. Разразится ли она нереальнейшим дождем, молниями и грозой? Или... Или... Моя версия, что упадет вообще мощно. Ребят, поговорил вон с хозяйкой. С хозяйкой она говорит, а вы знаете, сколько здесь комнаты стоит? Мы такие, ну и сколько? Она говорит, вот эти комнаты с вот этим космосовидом вообще на всю вселенную стоят всего лишь 20 долларов. То же самое, что мы платим. Вон там внизу, в этом душном лейк-сайте. Я рекомендую, приезжайте, наслаждайтесь, кайфуйте, привозите своих там близких или любимых. Не пожалеете. Вот тут пожить, посидеть, кому пивка попить, чайка, кофейка с утра. Да это разорвет. А чтобы понять обстановочку, которая там, в комнате, очень достойна. Смотрите, все новое. Абсолютно только свежак построено. Ничем не хуже, чем у нас там на Лексайде, где мы живем. Фактически ты в облаках находишься. Крыши нафиг сносит. Вровень, вровень сейчас. Даже подожди, может быть, это какой-то вид будет обалденный. Да, вот оно, облако прибежало. Ай, я сейчас вообще буду верещать. Да, скорость движения облаков тоже значительная, я вам замечу. Ладно, панда, я-то корец, но я такую тоже скорость, которая вот прям через дома проносится. Что-то не видел я в Алма-Ате таких чудес. Достойно заскочили. Такое чудо за 5 долларов, оно... Все. Отмежли ноги, нафиг. Панда наш, показатель, как бы детектором, говорит, голова болит. Я говорю, а ты представь, как блогер у тебя передеть каждую же секунду. Уау, сносит. Что, пробьемся в ресторан? Можешь наверх? Давай, все, вперед. Картинка закрылась. Картинка закрылась. Опасно уже находиться. Мы в молоке. Исчез город. Есть удача, потому что мелкий моросящий дождь, свист ветра. Брон носится там. Не знает, куда деваться. А мы туда. Ребя, мы тут одни, ресторанчик. Ну вот, мы нашли повара. Возвращайся, говорим, брат, мы здесь. И вот, например, тосты 150. Это 1 доллар, яички 2. Супчик 1,5. Да, отлично все. Вообще, хороший праздник. Хотим, хотим. Все. Бро, are you good cooker? Вареные яйца. А, it depends on what we... Вареные яйца, еб ты. Че ты спрашиваешь, да? И тосты. Больше нам и не надо. Дядька классный такой. Вам же молоко, не масало и без сахара. Мы-таки, да. И вот он приносит нам масало чай, нашпигованный сахаром. И мы просто улыбаемся и говорим, идеально, брат. Нет, тут-то было, знаете, я тут смотрю про супер старца, 72 года, там 50 по тяге. Классный дядька Смирнов, Владимир Смирнов. И нам приносят кеки. Говорят, сегодня у хозяйки, у жены заведение, у меня день рождения. Они сейчас зашли туда. И говорят, вы наши гости, мы вот хотим угостить. Вон там семья кушает. Ну и мы, все, часть команды, часть семьи. Погода улучшается, ребята, уже видончик совсем другой. Вот ему омошки в этом. А кто из кукур? Ты кукурил? Да. Или мать? Мать кукурил. А, ты кукурил? А кто лучше, ты или он? Она лучше. Кукурил, она лучше. Да, и мать не очень. Серьезно? Кукурил. Кукурил. Окей. Кукурил. Они все вместе. Я согласен с тобой. Поэтому, если у вас есть семья, женщины, они приготовят лучше, чем мужчины. Ты чувствуешь себя сильным и счастливым, потому что у вас хорошие женщины, которые могут приготовить. Ну, тут продолжение. Мы все угомониться не можем. Уже град пошел. Уже лупашит холод. На кейс больше горошины. И хорошо мы сидим тут в тепле, в уюте, с семьей. Пельмени доели. Праздничный кейк тоже. Ну что, надо успеть спуститься на этой кейбл-рот. Уютно, хорошо, по-семейному. Выбираемся, выбираемся в град. Это фантастика. Работа у нас такая, блогерская. Ну, крайний взгляд кинем. Расселась. Небо припило пыль. И теперь вы можете увидеть всю красоту этой колени. Прям как она сделала. Все, подписывайтесь на канал, лайки. Вы понимаете, что мы уже будем спускаться в этих облаках, в дождях. Все будет отлично. Все будет по фанту. Чего и вам желаю. Ну что ж, ковбои, и это еще не все. Подзанавес. Все-таки прорисовались. Анапурно-три и все остальные Мачапукчу, Пикчу и остальные горы. Вот они такие. Ну а сколько они выше Начапукчу, еще вверху ходят. Above the cloud. Выше облаков. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok